Палитра музыкальная Тот объем информации, который у них есть возможность сейчас получать Это, конечно, не наше время и не наши возможности Очень яркие, очень талантливые, очень продвинутые То есть они настолько не по возрасту много знают и много умеют, что приятно наблюдать И вот в этом смысле, так сказать, очень большие подвижки Информационным и, так сказать, естественно, информация дает толчок талантливым людям Которые в итоге, так сказать, становятся очень известными И яркие они, по природе своей яркие Что такое, так сказать, если на составляющие разбить гений или талант Это прежде всего то, что тебе дано Богом То есть то количество таланта, которое тебе дано Богом И обязательно труд Одно без другого не работает Конечно, талант это важнее Но если нет знаний, не хватает знаний То это видно И это сразу, так сказать, человек Видно его проколы, пробелы в знаниях И наоборот, если человек много сидит Как говорится, стул он берет То есть занятиями Но у него не хватает Это тоже видно Это тоже видно И от этого никуда не деться Поэтому две составляющие Самое главное Это уровень таланта и занятия Я не зря тебя спросил Как бы парный вопрос тебе задал С точки зрения техники, с точки зрения школы, да Мастерства, да А с точки зрения материала Вот, может быть, у меня только ощущение Не то, чтобы даже ощущение А предположение Очень много мастерства Огромное количество Мастеровитых людей просто высшего класса полно Материала не стало меньше Что такое Что имеется в виду по слову материала? По слову материала имеется в виду Ну то, что принято называть хитами Которые выстреливают и дают Я беру серьезные произведения А не однодневки Конечно, может в один день что-то кого-то удивить Но на следующий день это умирает Вот таких вещей, которые бы Вот что наша современность Вот это десятилетие последнее Или там 15-летие Что она даст истории музыки? Ну, мне кажется, это нужно разделить на две части Это вопрос В смысле материала Как созидание, то есть музыки То есть композиторство Или аранжировки материала Сочинительство Сочинительство, да Или исполнительство Это разные вещи Есть люди, которые могут делать и то, и другое Прекрасные исполнители, и аранжировщики, и музыканты И композиторы А есть люди, которые делают что-то одно из этого Но хорошо Как правило, что-то одно, но хорошо Это лучше, чем не очень владеть обеих Всего понемногу Да, всего понемногу Вот поэтому, так сказать Что имеется в виду То есть с точки зрения композиторства Композиторства То есть ничего не изменилось Есть, к сожалению, как мне кажется Много и старого поколения композиторов К сожалению, все вот уходящее, уходящее Старое поколение, которые настоящие музыканты Которые не искусственные Которые сейчас, так сказать, аранжировщики Которые пишут музыку к фильмам На забивщики Которые забивают там электроаккомпанемент Или играют какие-нибудь пошленькие мелодии Которые, в общем-то, для Ранят душу обывателя То есть трогают душу только обывателя А в принципе они только раздражают Потому что это все очень низкопробно Это все так из области Не интеллектуальной музыки Не интеллектуального развития Поэтому Это что касаемо композиторства Что касается исполнительства Я уже сказал Поэтому материал Ну, мне приходится В силу того, что я там работаю еще в оркестре Мне приходится играть много в оркестре Я работаю в оркестре Не буду говорить Не буду рекламировать Да, почему не? Вот, и известно И там много очень материала проходит И я для себя открыл Ну, когда-то мы В мою молодость Мы подсмеивались там Песни о родине Песни о родине Или еще что-нибудь Это мы Нам казалось, что это совок Это как-то вот Не есть Тип-топ Для нас было это совершенно другое Не трогало Западное не трогало Сейчас, когда я столкнулся С этими нотами С этим нотным материалом Я просто Открыл для себя Этих всех композиторов Старых Тот же Туликов Та же песня о родине Какая там гармонизация Когда я Разбирал фортепианную партию Я для себя просто открыл Там столько находок Там и знание джаза И знание классики Там есть очень красивые гармонизации Которые Так вот С лету просто не слышны Но это я взял просто Эту песню, допустим Есть много других Много других И очень много Арноба Баджалян В общем Старое вот это вот поколение Пахмутов Они Это люди Это настоящее поколение Музыкантов Композиторов Люди Которые Прежде всего Стояла Задача Создать Образ Образ Что касается Нашего времени Тут у нас Значит Ситуация другая То есть Финансовый вопрос По главе Образ Далеке Далеко позади Поэтому А финансовый вопрос Это значит Главное Чтобы заказчику нравилось Это все Заказчики Как правило Какие-нибудь Тоже Не очень далеко Интеллектуальные Или Делающие ставку На обывателя Которому Чем проще Тем лучше А им Чем дешевле Тем лучше А им Чем дешевле Тем лучше И вот тут Они находят Друг друга Все очень Ты много Интересных Сразу тем Затронул Да у меня Просто сразу Да да Это клево Потому что я по очереди Буду задавать вопросы Смотри Начнем с последней Что я услышал С последнего Но ведь Там музыка На которой мы росли Да Пусть она и западная Да Пусть она и там В капиталистическом мире А мы были тогда В социалистическом Но сейчас у нас тоже Некое подобие Капиталистического мира Там как-то Уживалась Гениальная музыка Рождавшаяся В обмен на деньги Скажем так Ну возьми любых Битлов Флойд Цеперин и так далее Миллионеры все Миллионеры все Та конкуренция Которая там присутствует Она не дает возможности Успокоиться Ни молодым Ни старым То есть всегда На твоем месте Находится Много Молодежи Много талантливых Которые тебя Поджимают И вот эта ситуация У нас немножко по-другому У нас все решает связи Личные Прежде всего Раскрутка Связи Деньги Вот это решает Приносить деньги Раскрутилось Да Любого То есть Главное Цена вопроса Там Все таки Вот эта конкуренция Она не дает возможности Не расслабиться Никому А за что они конкурируют И за что мы не конкурируем Нужно узнать Вот это интересный вопрос Ну так Казалось бы Вопрос простой Но на самом деле Я не знаю Наверное Это Это их образ жизни Они хотят стать лучше А мы не хотим стать лучше Вот Интересно Дело в том Что Как мне кажется Хотеть Стать лучше Хотят все Как правило Единственное Что Как всегда Человеческая лень Она беспредельна Поэтому Если есть возможность Хотеть лучше С меньшими затратами То мы Пытаемся это сделать С меньшими затратами И Глядя на На других людей Которым это удается Мы расслабляемся Наверное Вот расслабляемся То есть Есть возможность Не особо напрягаться Найти хорошее место Присесть на хорошее место Хорошего исполнителя И сидеть у него Значит Под его именем И косить Ездить на гастроли Как есть Известно Много Исполнителей С которыми Можно просто Зарабатывать бабло И все Не напрягаясь При этом Не обладая Так сказать Достаточным уровнем Профессионализма Этого и не надо Достаточно Быть лояльным Но это уже Другая история Это уже Ты знаешь Практически Говоришь вот о чем Восток А мы В какой-то Огромной степени Восток все-таки Да Восток Поэтому Наверное И проигрывает С громадным счетом В плане В плане Музыки Которая остается В веках Потому что Все решают связи Вероятно Именно Такое Восточное Такое Патриархальное Или какое-то Я не знаю Такое Байское Так К сожалению Вот если сравнивать Допустим Коллективы Западные Да Ну во-первых Там нет Такой Такой Двух параллельных Не пересекающихся Прямых Как у нас То есть Я имею ввиду Поп музыка И джаз У нас Это никак Не пересекается Это две Параллельные Прямые Там Наоборот Они получают Удовольствие Отсоединение Юра Я сразу Извини Перебру тебя У меня вопрос Сразу А тебя приглашать Начали С какого-то Времени В попсовые Коллективы Чтобы Конечно Я проработал С разными Исполнителями Попа Да Ну В некоторых Случаах Это была Вынужденная Ситуация Надо было За деньги В некоторых Случаах Это была Мечта У меня Честно скажу Если это Интересно Кому-то У меня была Такая мечта Когда я был Ребенком У меня была Мечта Работать Когда я Смотрел Песни 78 82 И видел Этот оркестр У меня была Мечта Работать В этом оркестре Потом Попозже Когда Взлет был Аллы Пугачевой Я посмотрел У меня Сны были Как бы я Хотел работать Там Еще позже Следующая Мечта у меня Была Арсенал Алексея Козлова Когда Брэкдэнс Я просто Мечтал Я даже Делал попытку Прийти к нему На прослушивание В те годы Но Мне не хватило Смелости Подойти К нему И Себя Предложить На то время Наверное И в этом Не было смысла У него было Все нормально Но Вот Так 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 Все эти Три составляющие У меня В жизни Получились Я И в оркестре Работаю Причем Я ничего К этому Не прикладывал Вот Это какая-то Интересная Интуитивная Такая Особенность Что Не прикладывал Ты сам Говорил Недавно Совсем В нашем Разговоре Что Работа Работа И работа Это не Прикладывало Ну Это да Но я имею Так Чтобы специально Попасть Например Кали Пугачевой У меня не было Я ничего не делал Ты был зван Да Так Получилось Что человек Ушел И Какими-то Окольными Путями Мне позвонили И предложили Я с удовольствием Так Потому что Это была мечта Детства Так что Ну И то же самое С Алексеем Семеновичем Когда Закончилось Пугачевым Вдруг Мне позвонили И предложили Говорят Вот Нет клавишника Это я А я Конечно Я мечтал Это с детства Существовать Эту мечту Ну В общем Вот Такая Ситуация Юр Ну вернемся Значит Мы же Идем Каундаун То есть Мы по вопросам По тему Которую Ты сам затронул Идем назад И возвращаемся Фактически В самое начало Разговора И вот Что я хочу сказать Относительно Как раз Упомянутых тобой Пугачевы Козлова Оркестра Силантью Это оркестра Силантью Да Да Я уж Не говорю О той музыке На которой Мы росли Те же Битлы Все то Что оттуда Шло Тот же Козлов Которого Конечно По телевизору Почти не показывали Совсем Можно Почти не показывали У меня До сих пор Пластиночки Его есть Да Залы были полные Да Силантьев На слуху У всех Один из ведущих Коллективов Да Орхестра В стране Пугачева Которая просто Покорила Сначала Всех Женщин В стране Сначала Всех Одиноких Женщин Потом Вообще Всех Женщин А потом Мужчин Всех Я думаю И ты согласишься Наверное Что все Перечисленные Западные И вот эти Наши люди Включая Никобинзе И так далее Они все Брали одним И тем же Нас Они брали Честности Это было честно Мы не понимали У Битлов Ни одного слова О чем они поют Мы знали Кен Баймилав И так далее Перевод И все Помнишь Как мы спорили Пин Флойд Розовый Фламинго Это были дикие Споры Я помню В 70-х Я вот к чему Возвращаясь К первому вопросу Вот Такого уровня Честности Ты Последнее время Видишь Много И ее Не стало меньше Вот именно Этого Не стало меньше Я об этом Спрашивал В первом вопросе Чтобы Пронимало Знаешь До кости Ну Ведь Уровень Честности В музыке Он связан С уровнем Честности В жизни Не может быть Разделено Одно От другого Ты не можешь Быть в жизни Бессовестным гуном А в музыке Быть Рихтером Это исключено Тут Одно Ведь Даже Послушая Исполнителя Иногда Угадываешь Его характер Вот Болтун Его Видно Видно Человека Серьезного И так далее То есть Много Есть Нюансов Которые Видно В игре Так же И здесь На самом деле Судя по людям По молодежи Которые Молодежь Конечно Более Такая Сейчас Я не могу Сказать Что Лживая Она Не лживая Нет Она просто Другая Она просто Другая Может быть В силу Изменений Нашей жизненной В силу Экономики В силу Интернета Нам не нужно Выживать В нашей молодости Да Тут У них Немножко Более Жесткие Условия Они не такие Сентиментальные Как мы Они Просто Другие Я наблюдаю Это по своим Детям Более того Я уже Наблюдаю По детям Детей И я вижу Что это Еще Другие Совсем Другие То есть Просто Смена Поколения Это естественный Процесс Который Влечет За собой Изменения Какой-то Психологии И это Отражается На всем В том числе На музыке Ну ведь В те времена Когда Наши кумиры Наши юности Росли Это сейчас Там Суперблагополучное Общество Тогда это было Далеко не так Тогда там Происходили во многом Те же процессы Которые происходят У нас сейчас Здесь И Не кажется Что Вот есть Какое-то 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 Несоответствие Потому что Чем сложнее Время Тем Мне кажется Больше должно Появляться Людей Которые Могут Разложить По полочкам Это время Могут Сказать В чем Недостатки Этого времени Кто Не прав Кто Прав Я понимаю Что Свобода Я понимаю Что Страх Присутствует Но Это же Музыка Можно же Не петь А можно Сыграть Так Что Это Подтвержение Этих Слов Это То поколение Которое Дало Гениев Дало Нам Гениев Наших Известных Слушайте Такович Прокофьев И Рахманинов И так Далее То есть Они Жили в разное Время Но В том числе И в советское Время Когда Было Очень Сильное Репрессии Зажимания Всего И страх Огромный Но При этом Были Такие Гении Рождались Которых Сейчас Совсем Практически Не видно Я говорю Я встречаюсь Только Ловлю себя На том И Амеду Сейчас Композитор Исполнители Есть Композиторы По большому Счету Композиторы Это Старое Поколение Старая Школа Многие Из них До сих Пишут Ручкой Они не знают Компьютера Я например Еще раз Возвращаюсь К оркестру Когда начинаешь С нотами работать И Находишь Просто Открытие Для себя Открытие Который Который Критикует За эту Песню Но У него Какая музыка Потрясающая Анатолий Кальварский Композитор Анжировщик Который Который Я Сидя Разбирая Партитуры Я для себя Нахожу Новую гармонию Я Постоянно Учусь У него Он Просто Фантастический Человек Это Ну вот То есть Это все люди Того поколения Уходящего Я не знаю Как будет С новым поколением Потому что Новое поколение Я еще раз повторяю Это в основном Финансовая подоплека Удешевление Много не надо Упрощение Главное Чтоб слезы потекли У людей Это достигается Не просто Слезливая картинка Слезливая музыка Простая Без обсложнений И все Но Эннио Мориконы Тоже не отличается Сложной музыкой Честно говоря Да Но Не отличается Но она Я понимаю Что внутри гармония Мощная Но чисто Линия мелодическая Там очень простая Но это гениальное Сочетание музыки И То есть В чем его В чем его Так сказать Гениальность В том что Он Вроде бы Просто Она на самом деле Не такая простая Уж Как те сериалы Которые у нас пишут У нас же Это просто Нечем говорить Шамбанка Три аккорда И Все Это не Там не так Все Там конечно Посложнее Но это гениальное Сочетание Визуального ряда И Звукового ряда Это 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 То что я говорил Это Рисование образа Это Человек который Несит образ Вот Я про три аккорда Опять зацепился Ты сам даешь Тему Да Я легко Про три аккорда У меня иногда Создается впечатление Давно вернее Создалось впечатление Что У нас Страна слов У нас Страна Поэзии И во вторую очередь Мелодии Вот скажем Три аккорда Но Высоцкий Да Там Ну конечно Не три аккорда Может четыре аккорда Но кривенсы Да Которые нас тоже поражали Это что Тот же самый Боб Дилан Да У которого вообще полтора аккорда Там может быть Да Нет У него хорошие Хорошие вещи Но это такой Высоцкий Да Американский Вот это что Это Парадоксы Это парадоксальные явления Потому что Их же не поставишь В один ряд С Моцартом И с Рихтером И с Вагнером Да Конечно Я считаю Что Высоцкий Это часть нашей культуры Это человек Который попал В точку Русскому характеру Если можно так сказать Это человек Который затрагивает Я бы сказал Советскому характеру Советскому Да Советскому Правильно Конечно Который затрагивает Самые Тонкие струны Попадает Самые Нервные окончания Советских людей И это Вот это попадание Оно трогало То есть там уже Дело было Не в гармониях Это было Это было Нечто большее Это был Тот же образ Тот же образ Только это образ Который Четко соответствует Нашей Советской культуре Культуре И точно соответствует Характеру И Так сказать Жизни наших людей Вот Поэтому Такое попадание Конечно Я помню Когда Когда Высоцкий Жил Мы С точки зрения Музыки Мы не понимали Тогда Я не понимал Тогда Мы смеялись И сейчас Гитара не строит Да Гитара не строит Он фальшивит Там У него Он поет Так Так Но Время Все расставляется Своим местам Ценность Не в этом была Это было Так сказать Вторичное Вот Тот нерв Та эмоция То попадание В нервное окончание Это Было Оно Юра Еще вопрос Я тебе задам Не могу его не задать Мне и Вершинин Саша говорил И с другими людьми Разговаривал Вот Мне кажется Это на уровне Парадокса В общем смысле Все проседает Как бы Да Вот То о чем ты говоришь Вот смысловая нагрузка Да Ее все меньше И меньше И меньше При этом И Вершинин Тот же И многие другие Говорили Что пианистическая школа Наша Которая всегда славилась Она по прежнему Как бы На высочайшем уровне Это Что за парадокс Почему так Почему Ну Может быть Это так Вот Вот это вопрос Интересный Я Не знаю Я много Я не могу Отвечать За всю Непонятно Да Ну то что я читаю Многие уезжают К педагоги Многие Работают за границей И это Так сказать Наша школа Это тоже наша школа Но она работает уже не здесь А там Конечно Вершинин Он работает В консерватории Конечно Он прекрасный Музыкант Я его очень люблю Мы приятели с ним Вот Но Не знаю Может быть Все таки Не совсем так Что вся школа Я думаю Что частично Уже эта школа Распалась На кусочки По всему миру А ты не видишь Преемственности Да В общем В общем смысле По большому счету В плане школы Которая была в Союзе В общем-то Очень сильно Сейчас преемственность Сохраняется Или все таки Она все таки Передается Так сказать Из Педагогов Старого поколения Она переходит Через руки учеников Она идет Она продолжается То есть Она никуда не девается Другое дело Я говорю Что она растворяется По всему миру А скажи мне Вот как ты думаешь Может быть ты знаешь Зачем люди едут Зачем огромная масса Наших молодых музыкантов Потрясающих Зачем они едут в Беркли Вот что они там Ищут Как ты думаешь Они-то отвечали мне На этот вопрос Я хочу тебя узнать Да Беркли Ну во-первых Как мне кажется Беркли это прежде всего Это лидер Джазовое Джазовое искусство В мире Это первое Второе Так сказать Беркли Это Имея за плечами Диклом Беркли У тебя открываются Большие двери То есть Это еще и тактический ход То есть Кроме получения знаний Кроме общения Кроме Так сказать Повышения своего уровня Так сказать Находясь там Внутри Этой ситуации Ты еще И получаешь Статус Определенный статус Музыканта От человека Который После Беркли Московская конца Имеет статус По-прежнему свой Конечно Пока что Но двери не открываются С деполом Московской концы Да К сожалению Так что Спасибо Юр Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому